Семье погибшей девочки будет оказана всесторонняя помощь. Мэрия возьмет на себя похороны и временное устройство остальных детей. С этого года у каждого городского пляжа должен быть паспорт готовности. Издать его необходимо к 1 июня, но у 40 территорий все еще нет арендаторов. 109 протоколов за неделю. В Сочи завершилась профилактическая операция автобус. Русский пейзаж представили в Сочи. В художественном музее открылась выставка картин из частной коллекции. Семье погибшей в Сочи девочки будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас с родственниками работают социальные службы и психологи. Напомню, на поиске пятилетнего ребенка в окрестности Адлерского села Бестужевская 12 и 13 марта отправились почти тысячу человек. Позже в убийстве малышки сознался ее отчим. Поскольку все члены семьи находятся в тяжелом психологическом состоянии, многодетной маме Ольге Тришкиной, которая потеряла пятилетнюю дочь, предложено по ее желанию на время определить полуторагодовалого мальчика в сочинский дом ребенка на улице Вишневая. Старшую дочь в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, поскольку таких учреждений нет в Сочи. А новорожденный сможет первые месяцы жизни провести в перинатальном центре. Мама сможет без ограничений посещать детей. Но это будет сделано лишь с ее согласия до момента, пока семья не встанет на ноги. Тришкины не были зарегистрированы в Сочи. Они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области. В городе сейчас находятся родственники семьи, родная бабушка детей и их тетя. Также администрация курорта взяла на себя все вопросы, касающиеся похорон девочки. К другим новостям. По прямой и без пробок готовы ли автомобильные дороги Кубани к летнему курортному сезону, проверит глава региона. Вениамин Кондратьев посмотрит, как идет реконструкция федеральной трассы Краснодар-Верхнебаканский и проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук-Новороссийска. А уже после объезда развития автодорожной инфраструктуры края обсудят на совещании. Его проведет губернатор. Участие примут его заместители, а также исполняющие обязанности руководителя УПРДОР Черноморья Дмитрий Горб и директор Краснодарского филиала госкомпании Автодор Николай Ильин. Рекордные показатели и суперсовременное производство. Одну из крупнейших молочных ферм страны накануне открыли в Павловском районе. Официальный старт работе современного комплекса дал губернатор края Вениамин Кондратьев. Работа предприятия позволит увеличить в регионе годовое производство молока на 20 тысяч тонн. Благодаря уникальным условиям содержания коров, получать там будут самые большие надои в России. Ведь уже к 2030 году стоит задача нарастить объемы производства молока на Кубани в полтора раза. О развитии отрасли речь уже шла на встрече главы региона с фермерами. Обо всем по порядку расскажут наши краснодарские коллеги. Климат-контроль помещений и даже автоматический душ для коров. По технологической начинке эта ферма сегодня одна из самых лучших в России. Внимание к деталям. Здесь основной принцип работы. Если буренке станет жарко, сработают датчики температуры и включат систему охлаждения. А если вдруг результаты анализов животного не будут соответствовать норме, сразу же поменяют рацион питания. При этом все условия содержания пытаются максимально приблизить к естественной среде. Здесь содержание на песке. Это неорганическая подстилка. То есть, если раньше было принято держать на соломе, там очень много всяких патогенов. Это, наверное, самое худшее из подстилок, что можно. А песок, он является нейтральным. И благодаря этому мы получаем качество молока. То есть, мы получаем менее проблем со спалением вымени. Соответственно, животное меньше болеет и больше дает молока. Открывать новую ферму приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев посмотрел стойло и доильный цех. Весь комплекс рассчитан более чем на полторы тысячи коров. И это только первая очередь. В планах у инвестора построить еще две современные фермы. Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль. Чтобы молочное стадо росло. Чтобы семейные фермы создавались и тоже росли. Чтобы господдержка была и тоже росла. Потому что, безусловно, сегодня живут наводства без господдержки никак. Такие подобные фермы, предприятия, рабочие места – раз. Гарантированная зарплата – два. Налоги – три. А самое главное – это развитие территории. Развитие села. Это жизнь просто на селе. Вот что сегодня нужно. Вот эту возможность нужно снова дать. На селе возможность не просто работы, а выбора рабочего места. Власть должна обеспечить. Комплекс пока запущен только в тестовом режиме. Как только предприятие выйдет на полную мощность, планируют достичь практически рекордных надоев. В год только от одной коровы будут получать около 12 тысяч литров молока. Это в два раза выше, чем во многих европейских странах. Самые главные слова вы сказали, что мы сегодня количество молока получаем больше, чем получают в Европе от коровы. И больше никаких доказательств уже не нужно. Потому что у нас сегодня современнейшие фермы, которые лучше, чем европейские фермы. Всего же за год в крае получили почти полтора миллиона тонн молока. О развитии отрасли глава региона с фермерами и руководителями ведущих перерабатывающих предприятий края. За круглый стол участники совещания собрались сразу после экскурсии по новому комплексу. Это, кстати, одна из аудиторий, где будут проводить обучающие занятия для сотрудников. Чтобы создавать такие современные фермы, регион и дальше обещает сохранить господдержку. Помощь окажут и в реконструкции уже существующих предприятий. А для развития небольших животноводческих хозяйств в этом году выделят 196 миллионов рублей. Ведь именно на семейные фермы приходится почти половина всего надоя в крае. Сегодня мы можем гордиться, что 40% от всего произведенного на Кубани молока – это малые формы. То есть в том числе это семейные фермы, которые сегодня мы активно поддерживаем. И если малые животноводческие фермы дают нам 40% всего объема молока, который мы на Кубани, сегодня получаем, давайте наращивать в том числе поддержку, господдержку малым животноводческим фермам. В кратчайшие сроки в регионе планируют нарастить производство молока на 400 тысяч тонн, а уже к 2030 году получать больше 2 миллионов тонн. Это практически в полтора раза больше, чем сейчас. А значит предстоит большая работа, чтобы кубанское молоко стало конкурентоспособным, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Ведь рынок сегодня завален фальсификатом, а разбавленный водой молочный порошок существенно дешевле. Краснодарский край сохраняет второе место в стране по производству молока в сельхозорганизациях. При этом мы лидируем по переработке молочной продукции. Сегодня лидировать это можно, но самый главный вопрос – гарантированный избыт молочной продукции. А вот сегодня с этим возникла проблема. И не потому, что она неконкурентоспособная, а потому что конкурировать с суррогатом молочным невозможно сегодня. Это не конкуренция. Конкуренция – это непонятное вообще вакханальное, которое в частности сегодня на молочном рынке происходит. И сегодня президент четко поставил задачу с ней покончить. В Госдуме этот вопрос обсуждается. И, кстати, Аграрный комитет полностью все поддерживает. И уголовное наказание за то, что это производится. И я считаю, что здесь должно быть больше инициативы, инициативы даже наших, нас здесь с мест. Потому что только таким образом мы можем очистить рынок. И только тогда мы сможем продавать честную, хорошую продукцию. Давайте действенное обращение составим. Я говорю, или на премьер-министр, если там серьезный уровень проблем на президента, попросим просто поддержку. Бороться с фальсификатом будут и с помощью электронной сертификации молока. Это позволит отследить историю продукта чуть ли не от коровы до прилавка. Заработает система уже с 1 июля. Электронная сертификация сегодня дает возможность быстрого мониторинга продукта, то есть введенного в сеть или произведенного на перерабатывающем предприятии, для того, чтобы уже там, во-первых, будут в этом электронном сертификате все качественные характеристики. То есть там не будет подделок. Сейчас все с бумажками ходят. Эту бумажку можно подделать, принести и дать. Введением системы электронной сертификации позволят сегодня отслеживать эти процессы. Принцип будет работать как эгоиз. Полностью обеспечить Кубань натуральными молочными продуктами сегодня задача государственной важности. И чтобы ее выполнить, у региона есть все возможности. Ресурс отрасли в Краснодарском крае просто огромен. И подтверждение тому новые мегафермы и небольшие семейные хозяйства. Ведь именно развивая агропромышленный комплекс, будут и дальше развиваться кубанские станицы и поселки. Село это жизнь, потом вековая жизнь нашей Кубани. Поверьте, друзья, мы не можем, не имеем права ее обрушить или остановить. Вы болеете этим, вы этим живете. Это тоже сегодня ваша жизнь. Мы должны все объединиться. И неважно, в кооператив или в одну огромную агропромышленную семью. Поверьте. На зависть другим регионам, которые, может быть, не настолько активны и не настолько сплоченные, как мы, как вы. Это надо высоко ценить. Вы молодцы, потому что плечом к плечу можно пройти любые расстояния и любые преодолеть преграды. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Павловский район. В преддверии летнего курортного сезона в Сочи вступает в силу нововведение. С этого года у каждого городского пляжа должен быть паспорт готовности. И сдать его необходимо к 1 июня. Но у 40 пляжных территорий все еще нет арендаторов. О ходе подготовки к пляжному сезону главе города доложил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. Расскажет Инга Габешия. Сочи – круглогодичный курорт, но пляжный сезон самый многолюдный. Летом город встречает порядка 3,5 миллионов туристов. К тому же в июне Сочи принимает чемпионат мира по футболу. Комплекс мероприятий в первую очередь включает в себя подготовку пляжей. Их на курорте 191 – муниципальные, санаторные и сдаваемые в аренду. У последних еще нет хозяев, подчеркивает мэр. И этот вопрос необходимо решать незамедлительно. Давно нужно было иметь уже арендаторов, как мы говорили, до начала года. Они уже должны были все сделать и знать, что гальку уже нужно возить. У нас март месяц заканчивается. Но когда закончатся торги или конкурс? Потому что у 40 пляжных территорий нет на сегодняшний день хозяина. Торги закончатся через 10 дней. Руководитель каждого пляжа должен будет подготовить паспорт готовности. Это нововведение уже принято городским собранием. Теперь любая пляжная территория, вне зависимости от ведомственной принадлежности, обязана подготовить паспорт готовности пляжа и согласовать его с администрацией города Сочи. Это такое требование мы сейчас предъявляем пляжам до 1 июня. Помимо этого, дорожная карта предусмотрена заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с САХом. А также, по вашему поручению, сейчас прорабатываем вопрос раздельного сбора. В обязательном порядке. Раздельного сбора мусора. Итогом успешного пляжного сезона может стать голубой флаг. Это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам, которые отвечают высоким стандартам сервиса и пригодны для безопасного купания. Приезд экспертов ожидается в начале мая. Помимо всего прочего, отмечает Анатолий Пахома, в городе есть дорожная карта подготовки к сезону. И выполнен должен быть каждый пункт этого документа. Надо доделать важные вещи. Это перейти на раздельный сбор мусора и поставить питьевые фонтанчики. Их тоже никто не делает. Их делает водоканал. Значит, уже есть договоренность о том, что на бархатных сезонах будет фонтанчик. На Приморском. Не должны везде быть. Не только на одних бархатных сезонах. Протяните трубу и сделайте. Если не получается, пригласите ко мне директора водоканала. Затронул глава города и вопрос новых туристических маршрутов и объектов показа. Определенная категория туристов, подчеркивает Пахомов, приезжает в Сочи. Не из-за моря. Мы по моей инициативе открыли вне города один маршрут экскурсионный. Назвали его исторический бульвар. Ну и дальше все. Опять надо подталкивать всех. Нам надо делать и дальше маршруты по улице Новогинской с выходом на улицу Воровского к музею. И в Кости должно такое появиться. И в Адлере должны появиться экскурсионные пешеходные маршруты. Всего на территории Сочи 100 крупных объектов показа. А поручение мэра по разработке новых маршрутов будет выполнено к 1 мая. Заверил Сергей Дамарат. В целом же для продвижения курорта руководство Сочи продолжает проводить выездные презентации в городах России. Одной из популярных среди россиян стала программа «Открытый юг», которая в том числе обеспечивает заброску сочинских санаториев круглый год. В Сочи продолжают готовиться не только к выборам президента страны, но и к голосованию за общественные территории, которые будут благоустроены в Сочи в этом году. Планируется, что в каждом из районов появится по два благоустроенных парка или сквера. В городе для этого голосования будут открыты специальные избирательные участки. Все подробности в нашем следующем сюжете. В музее истории города расположен один из более чем 200 избирательных участков курорта. Здесь сочинцы смогут отдать свой голос за президента страны. А рядом во дворике музея 18 марта будет открыт еще один участок для голосования в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Здесь сочинцы смогут выбрать, какую общественную территорию в их районе нужно благоустроить в первую очередь. Ну а эскизы проектов можно посмотреть здесь же, на стендах. Жителям не надо ходить далеко. Они могут прямо на выходе из избирательных участков подойти, ознакомиться с проектами благоустройства, сразу же сделать свой выбор. В голосовании могут принимать участие не только жители города Сочи, но и жители Краснодарского края, все жители нашей страны, вне зависимости от места регистрации. Для голосования нужен только паспорт и желание сделать свой город лучше. В Центральном районе в воскресенье откроется 45 таких участков для рейтингового голосования. Всего по Сочи 167. Спасибо за ваш выбор. Спасибо. Всего в голосовании будет участвовать 16 территорий, по 4 в каждом районе. В центре города, например, сочинцы смогут проголосовать за благоустройство вот этого участка на улице Альпийская. Пока здесь неухоженная, заросшая площадка с припаркованными машинами и мусором. А вот так это место будет выглядеть, если его выберут для благоустройства. Такой уютный мини-сквер. Разработан эскизный проект по благоустройству данной территории, прилегающей к дому 27А. Это не касается придомовой, это общественная территория, она для всех. Здесь запланирована ротонда, здесь запланировано зеленое насаждение. И, в принципе, оккультуривание участка, который в данный момент находится сейчас в неприглядном состоянии. По итогам голосования из 16 территорий сочинцы выберут 8, по 2 в каждом районе. Эти участки будут благоустроены уже в этом году, остальные в следующем. Таким образом, сочинцы сами решат, что и где нужно облагородить в первую очередь. Ну а из федерального бюджета на эти цели будет выделено 250 миллионов рублей. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершилась профилактическая операция автобуса. Она проходила на территории города с 5 по 14 марта. Инспекторы ГИБДД обращали пристальное внимание на автобусы регулярных внутригородских и междугородних рейсов. В частности, выявляли технически неисправный транспорт. Для этого полицейские организовали проверку автобусов на конечных остановках и перед выездом на линию. Госинспекторы технадзора провели занятия с сотрудниками всех предприятий по перевозке пассажиров. Рассказали об изменении в правилах дорожного движения, а также напомнили об ответственности за жизнь и здоровье людей. За время проведения операции было составлено 109 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Из них 77 на водителей автобусов и 32 на должностных лиц автопредприятий. Закон – это сила. Так полицейские назвали акцию, которую провели для детей. Основная цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение уровня их правовых знаний. Также ребятам рассказали о профессии полицейского и напомнили о возможности обучения в средних и высших учебных заведениях МВД. В отделе полиции Хостинского района в это время был проведен конкурс детского рисунка. Победителями стали Анастасия Перевозчикова, София Ковтун и Даниэла Барсигян. Девочки получили от руководства полиции почетные грамоты и сладкие призы. В Сочи состоялось награждение победителей и призеров конкурса под названием «Мой защитник». Он проводился к 23 февраля Управлением молодежной политики. Участникам предложили в соцсетях разместить пост о человеке, которого они могут смело назвать своим защитником. Откликнулось 100 человек. Это девушки и парни, которые рассказали о своих защитниках. Для кого-то это дед или даже прадед. Здесь трогательные рассказы о тех, кто прошел ужасы Великой Отечественной войны. Для кого-то защитником стал любимый человек. Это душевное повествование о героях уже нашего времени. Я считаю, что в таком конкурсе просто красиво написать это недостаточно. То есть это действительно такой проект, который обязательно выражает чувства. Даже если захочешь как сочинение, наверное, написать не получится, потому что это очень документально. То есть это ссылка на конкретного человека. Это фотография. Жюри конкурса отметила 10 творческих работ, можно даже сказать исследовательских, потому что студенты воспользовались не только воспоминаниями своих родных, но и архивными материалами Министерства обороны. Была железная дорога, и залегли наши и немцы. И получается 10 метров было расстояние. И он поднял людей, и они пошли в штуковую атаку. Вот это был подвиг, который меня вдохновил. Победители получили от партнеров конкурса не только грамоты, но и различные сертификаты в Центр самообороны, Лазерта-клуб и Клуб военно-тактических игр. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В гости к Органу сегодня отправилась первая партия школьников. Сочинская филармония начала проводить музыкальные интерактивные уроки-экскурсии. Орган – один из самых древних клавишно-духовых музыкальных инструментов. Его история насчитывает несколько тысяч лет. В России не каждый областной центр имеет орган в своих залах, но Сочи повезло. Уже более 30 лет этот инструмент украшает сцену зала, названного и в его честь в том числе – зал органной и камерной музыки. Ребята узнали, как включать орган, сколько он весит и из чего сделаны органные трубы, что общего между органом и машиной и зачем музыкантам кирпичи для игры на инструменте. Это формирование нашей будущей аудитории. То есть это тот, может быть, дефицит, который испытывают родители в плане, называется, куда повезти ребенка. Вот есть место, куда можно повезти ребенка, школьника. Юным сочинцам показали, как рождается органный звук. Рассказали о всевозможных красках, голосах инструмента, об исполнителях и композиторах органистах. Интерактивный урок сопроводили музыкальными эпизодами не только из известных классических произведений, но и из популярных мультфильмов и кино. Русский пейзаж представили в Сочи. В художественном музее сегодня открылась выставка картины с частной коллекцией. Она объединяет работы художников 40-х годов 20-го века и наших дней. Выставка представляет живописи-графику из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Экспозиция, сформированная специально для показов в Сочи, включает около ста пейзажей, написанных такими известными мастерами 20-го века, как народные художники СССР Ромадин, Пименов, Моисеенко, Угаров и другие. В традиции русской художественной школы именно в пейзаже многие художники находили свой стиль, тем самым заставляя зрителей восхищаться красотой родной природы. Выставка «Русский пейзаж» – это благотворительный проект, направленный на популяризацию классического изобразительного искусства и знакомство с лучшими работами советских и российских живописцев. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.